Смотрите, нужна команда, которая сможет работать в двух направлениях. Первое — это нейросетевики и аишинки, то есть это ребята, которые понимают нейросетях. Построение, распознание изображений и так далее. Понятно, что это лос-пэкэкс-видео-горитм, и наверняка они заходят. Второе — мне нужны разработчики, которые понимают хотя бы в общих чертах, что такое ДБД и ДБД. Есть трекшн по рекламным агентствам, которые заинтересованы в имплементировании технических решений для видеопровайдеров и видеоконтерна. В частности для телевизора — это изменение рекламного рынка по структуре подачи видеоформатов рекламы. Если сейчас идут рекламные обработки и в телевизоре и в видеоплатформах никоим образом не используются контекстная реклама, то здесь за счет технических решений по распознанию, изображению и токированию, всего видеопотока, возможность имплементации контекстной рекламы в виде курса общений, игролов, пост-ровод и так далее. Есть заинтересованность рекламных агентств, есть заинтересованность медиакомпаний, переговоры проведены, есть первый трекшн на определенные суммы денег, что если мы готовы к платформе, то сразу же минимум второе, четвертое, шестое мировое агентство заходит туда своим проектным тестом, а потом нужна команда, которая это все делает себе. Я не такой обратный хакатончик, я сначала собираю деньги, понимаю кому это нужно, а потом ищу команду, которая это может реализовать. Хорошая мысль. Так, вопросы, предложения, замечания, очередь выстроившаяся. Уже зашел. Я не понял тех терминов, которые я вам сказал, упрощенно. В видеопотоке распознавания образов и привязывания рекламы секретных петингов, это одна из будущих моделей монетизации для всего видеоконтента, который есть в принципе в мире. В ближайшем будущем на телевизоре, рассматривая любой фильм, вы можете нажать на любой предмет, автомобиль, одежду, бутылку и сразу же его заказать. На самом деле это даже не будущее, я когда-то лет 10 назад для себя сформулировал, что мой любимый телеканал, телеканал для болезней, вот так я это назвал, лежишь, у тебя 38,5 температура, ну мерзко же. Сам идеальный телеканал это Fashion TV, потому что ты лежишь зомби, красивые девчонки ходят вправо-влево, вправо-влево, стул вырубился, просыпаешься, ничего не потерял, девчонки ходят вправо-влево, вправо-влево, реклама какая? Реклама такая же, ходят девчонки вправо-влево, вправо-влево, просто как-то по-другому подписанные. Это теперь не коллекция, а например модель, или например вот эта вся история. Я так понимаю, что мы уже в порнографии вспоминали, конечно же логично подмешивать вибраторы в порно-контент, а не горные лыжи, наверное, да? У нас уже идет телеметрия на самом деле. По порно-вибраторам и подмешиванию контента сейчас через протоколы. Вы вышли с очень интересным решением, это передача телеметрических данных, с подсъемщик данных и передачи данных, называемые карманные кошки. Отлично, это тоже будущее, которое они получили технологическое время на порно-контенте. Сейчас ты тоже прорабатываешь на решение. Есть свои параметры действий, мощностью нажатия, передачей данных. Ты смотришь телем, теперь передается полностью клип. Передача ощущений актера, актрисы в момент просмотра видео. Так что это уже настоящее. Это уже настоящее. Хорошо, друзья, поняли, в какую сторону двигаются. Еще что-то есть? Нет, вопросы. Да, вопросы были. Вопросов нет, очередь выстроится.